Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы поговорим сейчас о шестой главе книги пророка Михея. Шестая глава отличается от предыдущих, в частности, от предыдущей пятой, и стилистической, и в каком-то смысле интонацией, с которой звучит новая проповедь пророка Михея. Вот предыдущая, где говорилось о вождях, и в первую очередь о великом вожде, который произойдет из Вифлеема, заканчивается, и в какой-то момент другой, не следующий непосредственно за предыдущим текстом, Михей произносит вот что. Он говорит, слушайте, что говорит Господь, слушайте горы, суд Господень. И, конечно, для современного читателя, в первую очередь, кажется, что здесь должен прозвучать некий суровый приговор, где Бог осудит неправедно поступающих израильтян, и, в общем, это довольно привычная такая вещь. Но здесь, в шестой главе, слово Божие говорит вот что. Служите горы, суд Господень, ибо у Господа суд с народом своим. Таким образом, это речь не о взвешивании провинностей на весах. Знаете, как есть такая совершенно египетская, из египетской религиозности картинка, которую по нелепой случайности, ну или по чьей-то злонамеренности, приняли в свою традицию христиане. Мы думаем, что Бог на безмене таких весах с двумя чашками взвешивает наши души и отмеривает наказание за содеянные проступки. Вот часто мы представляем себе суд Божий именно так. Но вдруг, неожиданно, в том числе для современного читателя, здесь в шестой главе разговор вообще иначе строится. Пророк говорит, у Господа суд с жителями земли сей, с народом своим. И речь идет о состязании, о состязательном процессе между Богом и народом его. И с Израилем он состязается, говорит Слово Божие. Своего рода спор, состязание, кто из них прав перед Богом. И чтобы еще сильнее, до глубины, до печенки мы увидели эту неожиданную картину, дальше пророк записывает слова Господа, который обращается к народу и говорит, «Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне». То есть в логике этого высказывания предполагается, что Бог много блага сделал для своего народа, спас его из земли египетской и совершил еще много вещей. Дальше об этом будет разговор достаточно краткий, но все-таки упоминание о том, что Бог сделал нечто хорошее, за что по логике разговора следовало бы ответить Ему верностью, следовало бы ответить Ему почитанием Бога, следованием Его заповедей. Однако все предыдущие пять глав пророк говорил именно о неверности, о несоблюдении заповедей и жестокости, которая царит в израильском обществе. И вот на это Бог говорит, почему вы так со мной, что я тебе сделал, что ты так пренебрегаешь моими заповедями, что ты так пренебрегаешь моими требованиями, что ты так пренебрегаешь тем благом, которое я тебе сделал, говорит Бог, в сущности, что поразительно, Он ставит себя в позицию, скорее оправдывающегося, в позицию обвиняемого. И, конечно, не может не возникнуть перед глазами действительно картина спасителя мира, стоящего перед судьями в Синедрионе, которые судят его от имени народа Израилева. Вот что я тебе сделал, что сделал я тебе и чем отягощал тебя. И дальше, по-видимому, существует некоторый пропуск в разговоре пророка, вернее, в разговоре Божьем, который передает пророк. Чем отягощал тебя? Я вывел тебя из земли египетской и спас тебя от волака царя Моавицкого. Дальше пророк свидетельствует вот о чем. Он от лица народа в этом диалоге, в этом споре, в этом состязании Бога с Израилем, от лица народа, говорит другие совершенно слова, с чем мне предстать пред Господом, преклониться пред Богом Небесным. Итак, Бог спрашивает, что я тебе сделал, что ты так предаешь меня. И пророк свидетельствует, что народ рассуждает так, ну, наверное, надо чем-то Бога ублаготворить, наверное, вот с чем-то надо перед Ним поклониться, принести какие-нибудь дары. Дары. И вот, ну, что мы будем Ему приносить? Всесожжение, однолетние тельцы, тысячи овец, неисчетные потоки елея, или первенца за преступление мое, и плод чрева за грех души моей. Здесь, конечно же, речь идет о разных чудовищных обычаях, свойственных, по крайней мере, некоторым ближневосточным культам, принесения в жертву первенцев, чего, конечно, для Израиля абсолютно категорически должно быть неприемлемо и невозможно. Вот, значит, разговор, что нам такое ему принести. Он что-то от нас хочет, Бог. Что-то он от нас хочет. Судится, состязается, спрашивает, чем я провинился, чем я отягощал тебя, что ты так грубо и предательски, и подло относишься ко мне. Ну, хорошо, что-то он от нас хочет. Что именно? Овны, овцы, овны, как они называются, тельцы, елей, что-то еще, первенцев. Может, ему первенцев дать, как мы даем, ваалу. И дальше в восьмом стихе звучат слова, которые, конечно, всем нам надо знать наизусть. Прямо знать наизусть. Каждое утро повторять вот что надо. Вот, смотрите, Господь говорит через Михею. «О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь». Вот сказано, ясно, что такое добро, чем оно отличается от зла, и что именно от тебя требует Бог. С чем ты можешь поклониться Богу? «Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Господом Богом твоим». Точка. Вот эти три вещи. Первое, второе, третье. Действовать справедливо, поступать справедливо. И в контексте всей книги пророка Михея очевидно, что речь идет о справедливости в первую очередь, ну, мы бы сказали теперь, социальной. Пророк много раз обличал сильных и богатых, или не очень сильных, не очень богатых, но имеющих такую возможность, кто лживым судом, подтасовками, лжесвидетельством и подкупом судей отбирал у бедных землю или плоды их труда, или что-нибудь еще. Это очень тоже распространенное явление. Это не только крупные корпорации, крупных городов отбирают у беззащитных жителей и их землю, и жилье, и это ничего нового. Это началось вот три тысячи лет назад. Вот здесь Михей, Бог, вернее, через Михей говорит, вот нельзя этого делать, надо поступать справедливо. Если человек что-то там трудом своим заработал, это ему принадлежит. Нельзя, невозможно использовать насилие, коррупцию, вот все то, что кажется нам вещами такими плохими, но в общем, в каком-то смысле, естественными. Может, они естественные, но этого нельзя. Нельзя. Это предательство Бога, когда ты вот совершаешь грабеж. Грабеж. Причем не только грабеж в темном переулке с кистенем, но и грабеж благодаря там инфляции или повышению налогов. Вот всей политике общества все это на самом деле объединяется вот в слове несправедливость, неправда, неправда. И Господь говорит, вот первое, что от тебя требуется. Не надо никаких тысяч овец, не надо никаких бесконечных потоков елея, не надо никаких жертв первенцев. Вот надо действовать справедливо. чтобы была справедливость и правда в жизни, в обычной, ежедневной жизни. Второе, любить дела милосердия. Не делать их из вежливости Богу. Не делать их потому, что так положено, а потому, что это естественный способ существовать, когда Господь в Нагорной проповеди говорит об этом и говорит еще вдобавок, пусть правая твоя рука не знает, что делает левая. Вот это, конечно, отсылка к вот той Максиме Михея, которую мы здесь с вами видим. Любить дела милосердия. Сверх справедливости. Потому что, кроме справедливости, все равно мир тяжелый, жизнь трудная, люди нуждаются в помощи друг друга. И вот Господь говорит о том, что требование к нам, требование религиозное, то, что делает возможным взаимоотношение с Богом, это любить дела милосердия. Делать их ради, если хотите, ради себя самого. Не ради того, чтобы заслужить уважение Бога. Ради себя самого. Потому что это склонность человеческого сердца. Вообще говоря, конечно, на это есть еще целый ряд отсылок у современника пророка Михея, пророка Исаии Иерусалимского, который говорит о том, что вот вы, Дом Израилев, любите всякую религиозную пышность выступать с большими животами, громкими трубами и красивыми там какими-нибудь висюльками, да, и с колокольным звоном. Это вы любите, но это нужно вам, а не Богу. А Богу нужно, вот то, что сказал Михей, любить дела милосердия. Что именно ты, так сказать, любишь? Внешние фальшивые проявления религиозности или дела милосердия? И, наконец, последнее, связанное с предыдущим, конечно, смиренно ходить перед Господом Богом твоим. Смиренно ходить перед Господом Богом твоим. Во-первых, это, конечно, означает ничего из себя не корчить, не корчить из себя великую державу, что, конечно, страсть, как любили израильские иудейские цари. Вот, прям, на самом деле, будучи крошечной буферной зоной между Ассирией и Египтом, они делали вид, что это от нас тут все зависит, как пойдут армии фараона египетского или армии фараона ассирийского. От них ничего не зависело, все их величие было дутым, конечно же. Ну, по большому счету, понимаете, всякое величие, о котором люди говорят, оно всегда дутое. Настоящее величие, очень скромно и обычно не трубит, а себе на перекрестках. Вот, а если кто-то говорит, мы великие, это автоматически означает, что вранье, что нет, не великие. И вот это самое смиренно ходить перед Господом Богом твоим в устах Михея, который говорит по вдохновению Божьему, как раз это и означает, не надо из себя изображать то, чего нет, чем ты хотел бы быть, или выдумать себе какие-то глубинные смыслы, за которыми пустота. Но, кроме этого, есть еще некоторые важные аспекты, потому что смиренно ходить перед Господом Богом твоим, помимо прочего, означает жить в реальности, предъявлять Богу свою жизнь вот такую, какая она есть, какая она есть, потому что, понимаете, пророк исходит из того, что Бог наш друг, и поэтому собственно и необходима правда и смирение в отношениях, вот как есть, Бог рядом, Бог с нами, Бог на нашей стороне. Вот это высказывание Михеев, сказано тебе, чего требует от тебя Господь Бог твой. Действуй справедливо, любить дела милосердия, смиренно ходить пред Богом. Оно, конечно, на все времена. И когда мы делаем вид, что мы не знаем, не догадываемся, каких экзотичностей ожидает от нас Господь Бог наш, ну, это все тоже глупости. Вот написано, чего именно Бог от нас ожидает. И далее, собственно, в конце вторая половина главы шестой говорит о том, что ну, если вы вот этого не исполняете, если вы не благоговеете перед именем Господнем, что было бы мудростью, да, то тогда результат в каком-то смысле сам собой очевиден. Вот пророк говорит, глаз Господа вызывают к городу, мудрость благоговеет перед именем его. Слушайте Бога. Могу ли я быть чистым, с весами неверными и с обманчивыми гирями? Здесь, кстати говоря, конечно, согласно библейской традиции, примерно одна и та же мысль высказывается несколькими разными поэтическими способами, но вот этот стих 11, он как в капле воды собирает некоторое видение. Разговор идет о том, что значит быть чистым, быть угодным Богу и, соответственно, ожидать, что Бог признает тебя правом на суде и в состязании. Вот. А как ты можешь быть чистым, если у тебя неверные весы? Если ты обвешиваешь, если ты обманываешь, да? И, в общем, все остальное дальше уже понятно. И наша сегодняшняя жизнь, в которой, ну, наверное, неправильно настроенные весы не так уже часто встречаются, но зато встречаются другие способы надувательства друг друга. От телефонного мошенничества до каких-нибудь еще экзотических придумок. Вот как ты можешь быть чистым, то есть угодным Богу, то есть приемлемым для Бога? Никак. Никак. Вот Бог требует поступать справедливо, любить дела, милосердие, смиренно ходить перед Богом. Если ты вот поступаешь по-другому, и у тебя весы нечистые, обманчивые гири, ты чушь Богу, ты не угоден Ему. И вот, собственно, все на самом деле на этом разговоре может быть окончен. Всякий человек, который думает, что ну, я какими-нибудь хитроумными способами, окольными путями угодю Богу, а сам буду оставаться такой же жадной дрянью, которая угнетает и объедает и ворует окружающих, нет, так не выйдет. Просто не выйдет и все. И, в общем, для любой эпохи, той, какой-нибудь еще позже нынешней и для времен грядущих, вот это так, это так. Ты можешь облиться елеем, какими-нибудь подарками пытаться Бога задобрить и так далее. Это не работает. Работает правда в жизни. Сердце, любящее милосердие, вот это важно и это необходимо. Если же этого нет, ты будешь есть и не будешь сыт, пустота будет внутри тебя, будешь хранить, но не убережешь, будешь есть, но не будешь сыт, будешь хранить, но не убережешь. Значит, без вот этой правды и милости пред Богом все остальное в жизни рябь на поверхности воды. Просто какие-то случайные явления, которые сегодня есть, завтра нет, завтра будут брошены в печь. Здесь уже, конечно, интонационно и по смыслу. Слово Божие через пророка Михея здорово приближается к тому, что лет через 250 примерно после пророка будет говорить экклезиаст, ты собираешь, собираешь, ешь, ешь, копишь, копишь, внутри пустота, потому что это все суета, суета и погоня за ветром, как выразился бы в данном контексте экклезиаст. И самое главное, что Господь говорит, вот если ты не делаешь то, что Бог от тебя требует, поступать справедливо, любить милосердие, дела милосердия и смиренно ходить пред Господом Богом твоим, все остальное бессмысленно, пустота, пустота, и все будет рассеяно, и все будет рассеяно. Предам тебя опустошению и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова